Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» сегодня хочется предложить вашему вниманию мудрые размышления святых отцов на весьма актуальную тему. Если кому интересно, предлагаю послушать внимательно и задуматься, что такое ложь, особенно ложь в области религиозной, почему ложь опасна и в то же время почему ложь бывает так убедительна, почему ложь бывает так привлекательна, почему порой мы сами до конца не понимая тянемся именно к ложной информации, почему ложь так импонирует. И все-таки чем она опасна? И в первую очередь в области религиозной, то есть различные хереси, лжеучения, какие-то расконнические, модернистские идеи. Почему они находят такой отклик в сердцах людей? В первую очередь хочется вам привести слова святого апостола Павла из послания к фессалоникийцам, 2 глава, 10, 11 стихи. Святой апостол Павел говорит во втором послании к фессалоникийцам, говоря о тайне беззакония, о последних временах, когда придет беззаконник, которого Господь Иисус Христос убьет духом устовой и истребит явлением предшествия своего, когда говорит об антихристе, человеке греха и сыне погибели, и объясняет, почему он, будучи действуя, действия со всякой силой и знания чудесами ложными, и всяким неправильным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И далее святой апостол Павел произносит такие слова, которые человеку внешнему, который не углубляется своим умом в чтение и осмысление священного писания, эти слова могут показаться даже каким-то камнем преткновения. 11 стих «За сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду». Если читать эти слова буквально и позиции своего, плотского ума их пытаться понять, то получается, как будто Бог сам посылает действия заблуждения. Вот буквально сказано, «За сие пошлет им Бог действия заблуждения». Что значит Бог посылает действия заблуждения? Не сам Бог хочет заблуждения. Почему? Потому что Бог есть путь и истинная жизнь, Христос – Спаситель мира. А есть другой родоначальник зла, и в Евангелии от Иоанна 8 главе мы читаем, когда Господь обращался к религиозным вождям Израиля, и вот этот очень на самом деле глубокий, очень пространный и очень назидательный диалог Спасителя в Иерусалимском храме с религиозными вождями, где буквально говорит им следующее. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Дьявол – ложь и отец лжи. «И люди, которые верят лжи, так или иначе становятся чадами дьявола». Как же здесь в послании к Веселоникицам святой апостол Павел говорит, что «за сие пошлет Бог действия заблуждения». То есть, те люди, которые не позаботились иметь Бога в разуме, тут уместно вспомнить слова святого апостола Павла Кремлина, 1 глава, 2 стих. «За то, что не позаботились иметь Бога в разуме, за это предает Бог превратному уму делать непотребство». То есть, не только делать непотребство, но и видеть непотребство, учиться непотребству и верить всевозможному непотребству и лжи. То есть, более широкое понимание, хотя буквально здесь святой апостол Павел в послании к Кремлину говорит о непотребстве плотском, о всевозможных извращениях. То есть, когда человек не заботится иметь Бога в разуме, то он подпадает под действие противоположной силы. Как очень мудро говорил святитель Николай Сербский, один из выдающихся богословов 20-го столетия, что невозможно отвернуться от Бога, сознательно отвернуться от Бога, и не оказаться лицом к лицу с противоположной силой, которой как раз и есть ложь и отец лжи. Чем ложь так опасна, чем она так страшна? Преподобный Ефрем Сирин в своих наставлениях говорит о лжи следующее. «Злополучен и жалок, кто коснеет во всякой лжи, потому что дьявол и с коней ложь есть. Кто коснеет во лжи, коснеет, то есть, значит, преуспевает, еще больше углубляется, тот не имеет дерзновения, потому что ненавистен и Богу, и людям. Кто не станет плакать о человеке, который проводит жизнь во лжи, такой человек ни в каком деле не заслуживает одобрения, но во всяком ответе подозрительен. В монастыре такой человек, то есть, лживый человек, возбуждает гнев и ссоры. В братском обществе он тоже как ржавчина в железе. У него дерзкое сердце, он не закрывает всего. Он охотно выслушивает тайны и легко открывает их. Он умеет низлагать своим языком и тех, которые твердо стоят в добре, то есть, лживый язык способен низлагать, то есть, как бы не спровергать, сводить с правильного пути даже тех, кто вроде бы твердо стоит на пути добра. Начинает дело и показывает, что он причиной делу, ничего не говорит без клятвы и думает убедить много глагол о нем. Лжец многоизобретателен и изворотлив. Нет язвы глубже этой и нет позора выше этого. Смотрите, как дерзновенно, как категорично говорит преподобный Ефрем Сирин, что нет язвы глубже и нет позора выше этого. Лжец для всех гнусен и всем смешон. Поэтому будьте внимательны к себе, братья, не коснете во лжи. Вот к чему призывает в своих наставлениях преподобный Ефрем Сирин, один из древних отцов церкви, проповедник покаяния. Чем наиболее опасна еще религиозная ложь, об этом хотелось бы предложить вашему вниманию размышления. Из первого тома святителя Игнатия Бринчинина, из эскетических опытов, знаменитая его статья «Об удалении от чтения книг, содержащих в себе лжеучения». Поверьте, дорогие друзья, все, что говорит здесь святитель Игнатий, в не меньшей мере относятся не только к книгам или журналам или печатной продукции, содержащих в себе лжеучения, но в немалой степени и к видеопродукции, которые немало сейчас в интернете. Опять прошу тебя, верный сын Восточной Церкви, слово совета искреннего и благого. Это слово не мне принадлежит, оно святых отцов. Оттуда все мои советы. «Храни ум и сердце от учения лжи, не беседуя о христианстве с людьми, зараженными ложными мыслями, не читай книг о христианстве, написанных лжеучителями». Ну, тут можно добавить, да, и не слушай в интернете, не смотри всевозможные ролики людей, которые к христианству относятся очень и очень неоднозначно, превратно истолковым. «Истине соприсутствует Дух Святой, Он – Дух истины. Лжи соприсутствует, содействует Дух Дьявола, который ложь и отец лжи. Читающий книги лжи учителей приобщается непременно лукавому, темному духу лжи. Это да не покажется тебе странным, невероятным», – так утверждает святила Церкви Святые Отцы. «Если ум твой и сердце ничем не исписаны, пусть истина и Дух напишут не в заповеди Божии его учения. Если ты позволил исписать, исчеркать скрижали души свои разнообразными понятиями и впечатлениями, не разбирая благоразумно и осторожно, кто писатель, что он пишет, то вычисти, написанное писателями чуждыми, вычисти покаянием и отвержением всего богопротивного. «Писателем на твоих скрижалях да будет един перст Божий». Здесь подразумевается, что самый главный перст Божий – это Священное Писание Ветхого и Нового Завета. «Приготовь для этого писателя чистоту ума и сердца благочестивой, целомудренной жизнью своей. Тогда при молитвах твоих и при чтении священных книг неприметно, таинственно будут начертываться на скрижалях души закон духа. Только те книги о религии позволено тебе читать, которые написаны святыми отцами Вселенской Православной Церкви. Этого требует Церковь от своих чад. Если же ты рассуждаешь иначе и находишь повеление Церкви менее основательным, нежели рассуждение твое и других согласных с тобою, то ты уже не сын Церкви, а ее судья». Хочется сделать небольшую остановку в повествовании святителя Игнатия. Это не менее актуально сейчас, особенно когда попадаются нам различные ролики, где буквально в аннотации написано какая-то уникальная информация о Христе или Евангелии, которая призвана перевернуть ваш взгляд или ваш традиционный взгляд на религию. Если с такой аннотацией что-то вам попадается, уже можно с большой долей вероятности сказать, кто авторы и создатели того или иного ролика и какова у них цель. Далее святитель Игнатий пишет, «Ты назовешь мое мнение односторонним, назовешь меня недовольно просвещенным, ригористом. Оставь мне односторонность мою и все прочие недостатки. Желаю лучше при этих недостатках быть послушным чадом Восточной Церкви, нежели при всех мнимых совершенствах быть умнее ее и потому позволять себе непослушание ей и отделение от нее. Истинными чадами Восточной Церкви приятен будет голос мой. Они, то есть верные чада, знают, что хотящий получить небесную премудрость должен оставить свою собственную, земную, какой бы великая она ни была, отречься от нее, признавать ее буйством. Земная мудрость, как говорит Слово Божие, вражда на Бога. Она закону Божию не покоряется и не может покоряться. От начала такого ее свойства, такой она останется и до конца своего. Святая Церковь позволяет читать книги и лжиучителей только тем своим чадам, которых мысли сердечные чувства исцелены и просвещены Святым Духом, которые могут всегда отличать от истинного добра зло, притворяющийся добром и прикрытой личиной добра. Здесь Святитель Игнатий говорит, естественно, об архипастырях, о грамотных священниках или, допустим, о монашествующих, достигших высокой степени христианского совершенства, которые могут в целях ознакомления почитать что-то еретическое, ложное, с целью благоразумного и основательного обоснованного опровержения, с целью предостеречь других. Вот так, как Святитель Василий Великий написал против Евномия, как Святитель Афанасий, Великий против слова, против Ариан, и многие другие святые церкви, они знакомились с учениями еретиков для того, чтобы на основании Слова Божия опровергнуть это учение. Великие угодники Божии, познавшие немощь, общую всем человеком, страшились яда, ереси и лжи, поэтому со всевозможным тщанием избегали бесед с людьми, зараженными лжеучением и чтением еретических книг. Имея перед очами падение ученейшего Оригена, очень опытного в любопрении Ария, красноречивого Нестоли и других богатых мудростью мира сего, погибших от самонадеятельности и самомнения, они, то есть святые отцы, искали спасение и обрели его в бегстве от лжеучений и в точнейшем послушании церкви. Духоносные святые пастыри, учители церкви, читали писания богохуйных еретиков, вынуждаемые к такому чтению необходимой нуждой всего остального христианского общества. Они словом сильным, словом духовным, обличали заблуждения, возвещали всем чадам церкви скрытую опасность еретических книг. «Но мне и тебе», говорит святитель Игнатий, будущим читателям своих аскетических опытов, «мне и тебе необходимо охраняться от чтения книг, сочиненных лжеучителями. Всякому, не принадлежащему восточной церкви, той церкви, единой, святой, писавшей о Христе, о христианской вере и нравственности, принадлежит имя лжеучителя». «Опыт доказывает, как гибельные последствия безразборчивого чтения». Можно добавить к словам святителя Игнатия, да простит нас Господь, если немножко добавим. Не только чтение неразборчивое, но и просмотр неразборчивого всевозможного контента, якобы религиозного, но так или иначе все еще смущение и соблазн. «Сколько можно встретить между чадами восточной церкви понятий, о христианстве, самых сбивчивых, неправильных, противоречащих учению церкви, порицающих это святое учение, понятий, усвоенных чтением книг еретических. Не оскорбись, друг мой, на мое предостережение, внушаемое желанием тебе истинного блага. Отец или мать, добрый воспитатель, не будут ли страшиться за невинного, неопытного младенца, когда он захочет невозбрано войти в комнату, где между съестными припасами множество яда». Ну, простая аналогия, да, папа и мама разве не будут переживать, если ребенок войдет куда-то, где вместе с едой находятся, допустим, какие-то там, ну, условно говоря, ядовитые вещества, ведь ребенок может по неопытности взять что-то в рот и отравиться. «Смерть души бедственнее смерти тела, умершее тело воскреснет, а часто смерть тела бывает причиной жизни для души». Вот здесь имеется в виду мученическая или подвиненческая жизнь, и смерть тела бывает жизнь для души. Напротив того, душа, умершленная злом, жертва вечной смерти. Душу может убить одна мысль, содержащая в себе какой-нибудь вид богохульства, тонкий, вовсе неприметный для незнающих. «Будет время, предотвещал святой апостол Павел, когда здравого учения не послушают, но по своих похотях, прихотях изберут себе учителей, которые будут льстить слуху и от истины отвратят слух и к басням обратятся». Послание святого апостола Павла. «Не прельщайтесь громким заглавием книги, обещающим преподать христианское совершенство тому, кому нужна еще пища младенцев. Не прельщайтесь невеликолепным изданием, неживописью, силою, красотой слога, и тем более, что писатель будет учить святой, будто доказывающий святость многочисленными чудесами». Простите, добавлю к словам святителя Игнатия, нам еще надо не прельщаться, если, допустим, какой-то ролик, и там сотни тысяч просмотров, множество лайков, и огромное количество восторженных комментариев. Если там ложь, ложь, концентрированная, или даже, так сказать, аккуратно упакованная это все равно яд для души. «Лжеучение не останавливается ни перед каким вымыслом, ни перед каким обманом, чтобы баснями своими дать вид истины, тем более, отравить ими душу». Лжеучение само по себе уже обман. Им обманут прежде читателя сам писатель. То есть, тот, кто пишет какое-то лжеучение, он уже сам первый обманут. И позвольте, еще раз добавлю, в контексте нашего времени человек, допустим, выкладывая какой-то ролик лжеучительный. Он сам в первую очередь обманут. Он слепой и пытается вести других слепых в ту же пропасть. «Признак книги истинной и существенно душеполезной, если ее автор святой писатель, член Восточной Церкви, одобренный и признанный Святой Церковью Христовой». Вот такое очень мудрое, очень такое с болью и с заботой изложенное слово святителя Игнатия, оно так и называется, об удалении от чтения книг, содержащих в себе лжеучения из первого тома «Оскотических опытов». А в следующей беседе даст Бог, дорогие друзья, постараемся вместе с вами задуматься, почему все-таки ложь так приятна и так убедительна для нас. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok